здравствуйте продолжаем с вами дисциплина практическая грамматика первого иностранного языка остановились на фьючер символ продолжаем разбирать времена фьючер символ будущее простое как образуется когда употребить и разберем примеры первое для начала как у нас образуется фьючер симпл на вспомогательная частичка вы при помощи вспомогательной частички вы я буду делать это он будет играть в эту игру как образуется вопрос как и в тех временах который мы уже с вами изучили вспомогательная частичка выносится на первое место в нашем случае у вы выносится на первое место и задаем вопрос will he do it он будет это делать либо же а ул щит лейды из гейм она будет играть в эту игру как образуется отрицание при помощи частички not will not we will not do it мы не будем этого делать you will not play this game ты не будешь играть в эти игры однократное действие в будущем он сделает его домашнее здание через час я буду играть в баскетбол завтра они приедут в россию на следующий год следующая как образуется фьючер симпл следующая особенность регулярно повторяющиеся действия в будущем he'll go to the pool every day он будет ходить в бассейн каждый день i'll write to you every month я буду писать тебе каждый месяц следующая особенность ряд последовательных действий в будущем i'll ring you up and tell you everything я позвоню тебе и расскажу все he'll take a book open it and begin to read it он возьмет книгу откроет ее и начнет читать и на этом мы закончим с фьючер симпл переходим к следующей теме к следующему времени present continuous настоящее продолженное время разберем случай употребления формулу present continuous вопросительные и отрицательные предложения правила добавления а энджи глаголом и примеры первое действие в настоящий момент или период то есть действие present continuous описывает именно действия настоящий момент или же период for example he's reading the book now at this moment он читает книгу сейчас в данный момент he started school now он учится в школе именно сейчас в данный момент второе что у нас описывает present continuous действие запланированное заранее i'm leaving tomorrow я уезжаю завтра я это запланировала сегодня завтра я уже амливин tomorrow формула present continuous to be плюс глагол с окончанием а энджи for example i am sleeping now я сплю сейчас а эм слепинал тубе что у нас относится к тубе это эм из а эм для первого лица и для третьего лица третье лицо хи ши ит и а для а второго лица увы ю дей приведем пример с третьим лицом она спит в данный момент через липин эдис момент они спят данными второе лицо дэя слепин нау как образуется отрицательное предложение в данном времени к тубе тубе это у нас м из а еще раз напомню мы прибавляем частичку нот ай эм нот слепи нау хи и зэн слепи нау у и аренд слепи нау и вопросительная форма как мы уже знаем вспомогательные частички нас всегда выносится на первое место в данном случае тубе выносится на первое место тубе эм из а эма и слепи дэнэс исчезлипин и ай у слепень и приведем несколько примеров дебас из камин дебас из камин и дебас камин и дебас камин мы а вы файл перс и демон и следующая тема переходим past continuous прошедшие продолженные как она образуется когда употребляется первое как она образуется действие протекала в указанный момент в прошлом и твой зрение от снял в полдень шел дождь в указанный период времени в прошлом уэн ай ким майка сувер хэн ти когда я пришел мои родители пили чай как у нас образуется время пас континус тубе прошедшее время это у нас у вас в плюс глагол с окончанием инжи еще раз повторю в полдень он гулял как образуется вопросительное предложение у вас либо же выносится на первое место добавлю что увоз у нас используется с третьим лицом фиши и все остальное у нас используется с в отрицание вольс нот либо же в нот второе действие протекала в определенный период в прошлом я читал с семи до девяти часов сэм улкин теган и улдэй сэм работал в саду весь день у ахилл спикин туда тичи айвозу эти фухим пока он разговаривал с учителем я и я ждал его и на этом мы закончим пас континус еще раз я повторю форму пас континус этот тубе прошедшего времени у вас в плюс глагол с окончанием инжи переходим к следующему фьючи континус будущее продолженное время что это такое где используются и примеры разберем первое как у нас используется фьючи континус вы уже знаете что будущее в будущем времени мы используем вспомогательную частичку вилл в данном случае уилл плюс глагол с окончанием инжи for example I will stay at the hotel for two weeks опять же действие будет длиться в указанный момент или период в будущем for example I will be reading a book at four o'clock я буду читать книгу в четыре часа I will be playing all morning мы будем играть все утро вторая особенность фьючи континус действия которое предполагается или планируется и ожидается в будущем я увижу его сегодня днем I will be seeing him this afternoon он пойдет в школу скоро he will be going to school soon я буду заканчивать уборку когда ты придешь I will be cleaning up when you come пока мама будет читать книгу я буду играть на пианино while my mother is reading a book I will be playing the piano вот такое простое время фьючи континус